Римпус представила вчера новую камеру E-P3 из серии PEN. Это мыльница со снежными объективами. Выглядит она следующим образом. Обратите внимание, здесь имеется такой захват противоскользящий для того, чтобы удобно было камеру держать, но при этом он отвинчивается. Снизу у нас разъем для карты памяти SDXC. С правой стороны мы видим разъем HDMI и системный разъем. На верху имеется горячий башмар для вспышек и видоискателей. Сама вспышка встроенная, она нажимается, открывается нажатием на кнопочки и выдвигается на достаточно большое расстояние из корпуса. Диск выбора режимов имеет не очень много вариантов. То есть здесь выполнен автоматический режим, режим художественных эффектов, режим сюжетных программ, дальше видео, ну и дальше приоритеты диафрагмы и выдержки. Кроме того, аппарат оснащен сенсорным экраном. Сейчас мы попробуем его включить. И имеет функцию touch focus. То есть, например, если мы касаемся на экране на какое-то изображение, то фокусировка происходит именно в этом месте. Все кнопочки расположены справа от экрана. Обратите внимание на кнопку видеозаписи. Она работает в любом режиме. То есть, если вы даже выбрали какую-то интересную сюжетную программу или эффект изображения, то видео будет сниматься соответственно в этом же эффекте. Ну вот, например, если мы сейчас выберем с вами... Давайте попробуем, чтобы было видно. Здесь есть pop art, soft focus, бледные цвета, потом черно-белая съемка, эффект пинхола, эффект диорамы, эффект кросс-процесса, сепия и такой самый dramatic tone. То есть, когда все... Увеличивается количество черных тонов, серых, и увеличивается контрастность. Давайте, чтобы было, наверное, видно, да, виден эффект. Возьмем эффект зернистой черно-белой пленки. Если мы его выбрали, теперь уже на экране мы видим, что все у нас стало абсолютно черно-белым. Теперь, если мы нажимаем на кнопочку записи видео, то можно... Сейчас я попробую показать. Посмотрите, что видео будет записываться тоже таким же образом. Единственное, что процессора у фотоаппарата не хватает мощности для обработки эффектов в реальном времени. Потом вы видите, что происходит все это рывками. В этом, вероятно, есть тоже какая-то определенная фишка своя. Но, в общем, скорее это подойдет не для повседневной съемки, а для каких-то экспериментов. Вот. Что еще можно сказать о фотоаппарате? Мне очень понравился. Даже такая обезьяна, как я, может по помощи этого фотоаппарата делать достаточно интересные, качественные снимки. Очень понравились эффекты. То есть ты в режиме реального времени видишь то, что у тебя получится. И, соответственно, можешь выбрать эффект в зависимости от того, что ты снимаешь. Понятно, что все эти вещи можно сделать потом и в фотошопе, сливки фотографии на компьютер. Но лично мне, например, лень это делать. Вот. И фотографии, которые находятся сразу в камере, и которые можно сразу же все свои великие луки отправить в твиттер после этого без обработки. В общем, это достаточно интересное решение. Вот. Вот. Ну, собственно, для первого взгляда, наверное, пока хватит информации. Давайте берем, собственно говоря, фотоаппарат. Вот. Сейчас только надо понять, как он... Вот. Как складывается объектив. Да, объектив. Еще раз, да. Это съемный объектив. Вот. Объективов есть несколько. Есть, например, достаточно интересный длиннофокусный объектив 150 мм. Вот. Есть еще также под штатный объектив 14-42 мм. Есть интересная насадка Fish Eye, с которой получаются панорамные широкоугольные снимки. Вот. Ну и вот такой аппарат. Ждем его на более подробный тест. Ну и у вас близки. Есть.